Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в BioShock. Мы находимся около рыбозавода. В последней серии мы получили достаточно много иншона. А теперь у нас все достаточно интересно, потому что товарищ, который нас сюда запустил, отбирает у нас все оружие. Такой поворот. Отлично просто. Так, теперь нам нужно поставить... Это пусть остается. Сюда мы поставим сжигание. Сюда поставим зимнюю стужу. Вот у нас будет три боевых плазмида. Ну и в принципе окей. Я думаю, это будет плохо, потому что в последней серии все было плохо, и теперь тоже будет примерно так же. Так, новый тоник. Ну, окей. Сюда. Мы вот так не использовали ни разу. Кто вам не пригодится мне особо? Хорошо, че? Давайте начинать. Я уже чувствую, каким геморроем это все обернется. И кто воет вообще? Если раньше в игре было жидковато, то теперь просто неуютно. Это пипец. Что я буду делать? О-о-о-о. Вот теперь совсем попец. Уже просто без вариантов. Райан сказал, что скоро вернется обратно. Ты дьявол ему в ответ. Ну, конечно, мистер Фонтейн. Я вам придержу тепленькое местечко. Райан обещал, что Фонтейн превратится в прах. А теперь ты делаешь за него грязную работу. То есть... Нету, да. Окей. Подожди. Вот сейчас мне пригодится взлом. Давай, помогай. Блин. Не помешал бы мне, конечно, телекинез. Хорошо, давай, давай по-быстрому. Вместо, скажем, ледяного мы поставим телекинез, потому что он, как видите, кидается всякими бяками. Это какая-то совсем не разберега идет. Да. Где то кидаешь? Блин, просто нет слов. Ну вот, ааа, как-то зачем. Лечись, лечись, давай. Просто полный пипец. Вот эту штуку надо тоже сломать. Пожалуй. Если я смогу, конечно. Да, ну... Ладно, все. Никаких больше. Это просто насилие. Как ты мог? Кидай. О, ну, мать. Что, и с пистолетом? Я не совсем понимаю, что происходит. Это же какой-то... Привет, просто. Зачем? Зачем? Зачем так сделать в игре? Давай, ломай. Убей. Убей его. Да, ебану, мать. Вы что, издеваетесь, что ли? Дайте мне его. Куда она его сделала? Охереть, просто. Не, ну это нормально? Нет, вообще. Я не знаю. Настолько убого было. Ладно, пойдем. Все у нас получится. Я просто не люблю, когда в играх что-то сделано через жопу. А здесь через жопу сделана боевая система целиком и полностью. И не надо мне там заливать про геймпад и славомышь. Она не в этом смысле, а в том смысле, что неэргономичное управление сделано в целом. Если ты играть там, я не знаю, на шлеме виртуальной реальности, ты сильно будешь ощущать дискомфорт от того, как тут все происходит. Да, временами игры и меня вводят тоже. Ну, что поделать. Ох, я запрыгнул. Ну, давай. Давай уж, че. Ну, вот сейчас есть так подумать. Почему бы не сходить, не взять свои патроны? А, все, успокоились. Все будет хорошо. Все, растопим сразу. Окей. И окей. Кубла. Не трогай ее! Трус, не обрисовывайся! Так, короче говоря, там кто-то есть, поэтому пойдем туда, познакомимся. Пистолетик. Хорошо. Два патрона. Охо. Да, вот такую рыбешку. Домой. Ну, в холодильник. Это просто будет пипец. Так, что тут? Есть кто? Нет, никто. Хорошо. Вот, это уже по-нашему. С той стороны тоже, по-моему, что-то лежало. Надо будет туда заглянуть потом. Сейчас пока просто охлаждаемся жизнью. О, сколько денежков. Как на второй рекламе. МММ. Куплю жене сапоги. Так, ну все с этой стороны. Окей. Блин, да чего же охренительная игра? Не учитывая того, что она, конечно, корявая. Ну, это, по-моему, первый опыт Irrational Games в жанре 3D-шутера со времен System Shock 2, который вышел вообще там незапамятная времена, еще когда динозавры ходили. И поэтому то, что они маленько отстали от жизни в этом плане, ничего удивительного. Bioshock Infinite, они уже, как бы, реабилитировались по полной программе. Удал. Им все можно простить просто за то, что предлагает эта игра в смысловом плане. Сколько тут всего? Здесь ничего? Ну, ладно. Давай сразу все подожжем. И подождем. Подождем и подождем. Потому что по-другому мы сейчас не пролезем. Все, верно. Да. Кого-то тут... Казнили, таким образом, походу. Сигареты остались. Ну, неплохо. Хорошо. Куда идем? Куда-то сюда, что-то? Блин, откуда они берутся вообще просто? Я хочу туда. Ну, надеюсь, больше оружия отбирать не будут, потому что это был кошмар. Сейчас будет месть страшная, кровавая. А, ну не тут, значит, мести не будет. Ладно. О, это же, по-моему, улучшение оружия или нет? Все, они держат меня под каблуком. Пипец. Патроны. Это всегда КТШ. Че у вас там происходит? Вот, наконец-то. Сейчас мы будем свой Томми Ган. Убойная сила. А, мы можем только одно выпить, похоже. Я бы предпочел вот это вот. И вот это вот. Я думаю, вот это вот будет оптимально, она покажется. Во, смотри, какое. Прикольно. Круто сделано. Вон оно, как сразу. Ощутимая разница. Давай. Сейчас поиграем в бейсбол. Беги сюда. Снова покосало. Ну да ладно. Ребята, я хочу выбраться из этих производственных помещений, потому что я во всех играх вообще ненавижу вот такие вот помещения. Мне нравятся именно места, где люди могли жить. Там именно интересно находиться. То есть, такие помещения, как правило, выписаны гораздо более правдоподобно, чем всякие склады. Поэтому эффект присутствия на них серьезно так повышается. Так. Окей. Неплохо. Автовзломчик дали. Все, окупилось. Так. Ну тут я не думаю, что что-то хорошее будет. Фонтейн закручивает гайки. И даже вдвое выжимает с нас по 80% прибыли. А иначе грозится сдать нас рай. Ну если мы не заплатим. Суки-цы. Сэмми-Джи выходит и мне говорит, что, пожалуй, пойдет к анстеблю. А на другой день Сэмми-Джи нашли в мешке на дне соленого пруда. Тут у нас выбора нет. Или держаться Фонтейна, или на виселицу. А если начать пузить, то кончим мы, как Сэмми-Джи. Должен же быть какой-то другой способ. Нормально. Ты не можешь все бросить. Фонтейна тыщит тебя. Эй, к черту Фонтейна. Фонтейна никто не может послать к черту. Он сам всех туда посылает. Прикольно. Вы знаете, вот когда я был, находился в Беошок Инфинит, в его мире, вернее, в его мирах, я понимал, за что там страдают люди. Потому что то общество было насквозь прогнившим. И там именно народ был, все было не таким, как кажется. То есть вроде сверху так, снаружи все красиво, беленько. Но внутри общество просто было наглухо прогнившим. Все люди были лицемерными сволочами. Когда там начался вот этот вот под конец бедлам, ты уже просто думал, так вам и надо. Здесь же, по большей части, я, честно говоря, такого вообще не вижу. Здесь просто бедные люди, которые пострадали из-за войны за власть двух идиотов, Эндрю Райана и Фонтейна. Я не могу сказать, что здесь люди плохие. Что вы вообще думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Вы и так, конечно, активно обсуждаете эту игру. Временами попадают спойлеры, но я, к счастью, их не читаю, потому что этим занимается мой модератор. Но, в принципе, интересные темы иногда бывают. То есть я почитаю иногда и там прям такое напишут. Что? Блин. Все-таки игра крайне многослойная. Интересно проходить ее именно не одному, а вот так вот на канале с людьми. То есть каждый человек составляет свое мнение о происходящем, высказывает его, идут споры и, как-то, блин, это все настолько захватывает, что временами там по часу по два сидишь, читаешь комментарии. Тихо. Что это было? Воздрогнул. Но слабенько. И слава богу. Так, ну, с одной стороны, меня радует, что мы выбрались из тех скучных мест. Я рядом с бухтой субмарин, но не могу в нее попасть. Мне нужна твоя помощь. Моя семья уже совсем близко. В какой-то сотне ярдов. Хорошо, Атлас. Я думаю, сейчас мы тебе поможем. И, скорее всего, будет какая-то подстава, потому что я ему не верю. Слишком уж он положительный. Так, спокойно. Плазмиды менять я не буду. Зачем мне это? У меня все самое-самое стоит. О, так, винишко. Больк? Пускай у меня все равно там что-то отнимается. Хорошо. Так, а кто там был? Давай выходи. Бладна. Кошмар. Что? Пневмо. А, понятно. Есть кто? У-у-у. Спокойно. Ты еще шевелишься? Окей. Все. Готово. Так, она сейчас не сдетонирует. Случаем. Было бы печально. Вот. Что за щель? Ничего, наш герой чипсы поесть. Круг такой стоит. Мы все сюда спустились. Ждали, что станем вроде как звеньями великой цепи. Только цепь самого Райна оказалась из золота. А наша такая, с большим железным ядром на лодыжке. Он сейчас в форте веселый, с модными модельками развлекается. А мы тут в этой выгребной яме потрошим рыбу. Фонтейн обещал нам кое-что получше. Он же вроде как один из нас. Ты знаешь, сам себе на хлеб зарабатывал. Он велел к 11 часам подходить на рыбный склад. Я схожу и пару человек прихвачу с собой. Кушь, тушь, все равно некуда. Это, походу, как раз когда начало все это рушиться уже. Ого. Нажми на кнопку там в будке управления и впусти меня. Думаю, нам пора пожать руки и познакомиться. Сейчас. Есть кто? Ты развлекся, но теперь довольна. Если нажмешь эту кнопку, то узнаешь, как я поступаю со своими врагами. Нашелся с врагами. А ты что, со мной как с другом, что ли, поступал? Помните, когда вначале так вошли, он нас натравил просто толпу этих уродов. Так что, Райан. Nope. Опнуть. Кто-то вышел. Надеюсь, обратно не будет входить. Так, тихо. Мне что-то кажется, что постоянно кто-то, то ли звуки такие, кто-то ползет вокруг меня. Это у меня уже, похоже, паранойя с этими хоррорами, со всеми. Не, ну игру все-таки вот не назовешь хоррором, но, блин, атмосфера, атмосферы такой, я что-то не припомнил. Своеобразная такая вещь. Сейчас мы тебя нажмем, но сначала мы осмотримся, как обычно. Так, понятно. Эм... Эм... Там что, замыкание устроил? Они просто стоят тут и смотреть, как луны. Ну, пипец, теперь. Что делать? Я иду, 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 давай побырику, побырику. Да что со звуком, япона мать, посмотри. Лицензия, это такая лицензия. Перегруппируйтесь, то есть, я думаю, я тебя бегу спасать. Хорошо, сейчас, сейчас перегруппируемся. Валим, валим. Ах, а кто растет? Да, давай уже. Такой бежит и все равно успевает. Ох, япона мать. Ты пробрался сюда, как наемный убийца. Уехали. Атлас! Беги! 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 Проберись в Аркадию! Господи Иисусе! Да, приехали. Не, честное слово, вот на какой-то миг, несмотря на то, что я помню, что в игре все по-другому заканчивается, я все равно поверил, что мы выбираемся уже. Все, сейчас всплываем. Ах. 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 Стой. Ах. 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 Доберись до ботисферы на пологих холмах. Она тебя хоть к черту на рога доставит. И тогда по всем долгам будет уплачено сполна. Ну окей, пойдемте. Ух ты. Попасть на станцию метро. Отлично. У вас тут под водой еще и метро есть что ли? Блин, у меня от такого поворота аж во рту пересохло. Где там мой чаек? Так. Ну, я, честно говоря, понимал, что примерно так все и пойдет. Но, блин, все-таки хотел сверить лучшее. Давайте убираться. Это кладбище под водой. Это, получается, они создали такой, типа, купола под ним, насыпали земли и не устроили тюрьму. Ой, тюрьму, говорю, блин, что я несу вообще? Кладбище. Так, тихо, тихо, тихо. Красиво. Пленочки. Похоже, каким-то гаремейком уже начали призраки мерещиться. Ну, вообще супер. Офигеть. Чего ты ждешь, глупыш? Это прекрасно. Прометодного гадолаги передает у него учрежденные образцы. Братеечки чокнутые повстанцы. А теперь еще и кровавые призраки. Да уж, в восторге не жизнь, а сказка. Супер, чё? Только этого не хватало. Там сверху кто-то ходит. Назовет помощь. Боже, кто-нибудь, помогите! Какой я устроил вечер, все готово. Цветы, бутылка вина, даже два билета в чайный сад. Ничто не делает девушек такими сговорчивыми, как вечер в Аркадии. А теперь надо только заехать в эконом, чтобы на всякий случай купить инжектор со стимулятором. Говорят, а наша Элина уже бывала в чайном саду. Отлично. Процедура возрастания увенчалась успехом. Молюски в одиночку не производили достаточно Адама для серьезной работы. Но в сочетании с хозяином у нас кое-что получилось. Молюск вживляется хозяину в брюшину. И после кормления хозяина мы вызываем отрыгивание. Что дает нам в 20-30 раз больше пригодного к использованию Адама. Теперь проблемой стал дефицит хозяев. Фонтейн говорит терпение, Тененбаум. Скоро откроется первый дом для сестричек. И проблема будет решена. А, так вот для чего они этих сестричек создали. Проблема была с носителями. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем в это, несомненно, приятное место. Тот там орет, призраки ходят. Да сейчас поможем. В следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Аштур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok